Поскольку Израиль всю свою историю вот с первого дня образования и даже до и вот по сегодняшний день находится в состоянии каком перманентном состоянии войны, которая периодически там чуть затухает, потом обостряется, снижается опасность, снова возрастает и так далее, постоянно подвергается каким-то ударам, нападениям там и так далее, то Израиль обладает возможно самой развитой в мире системой гражданской обороны, системой защиты гражданского населения от там ракетных ударов и прочих опасностей. Есть масса проблем конечно, вот недавно мы о них говорили, но тем не менее, да, я делал отдельное видео скажем про систему железный купол, большое такое объяснял, наверное нужно будет сделать еще одно. Делал отдельное видео про убежище, начиная от мамадов, это вот комнаты, индивидуальные комнаты убежища в квартирах, которые строят с 93 года, заканчивая там общественными убежищами или убежищами на одно здание там, Миклад так называемый и так далее, все это делал. Но есть и многие вещи, которые касаются работы критической инфраструктуры, в том числе медицинской инфраструктуры, которая в случае большой войны будет испытывать очень серьезную нагрузку и которую противник будет стараться поразить в том числе. Вот Хизбалла в частности в своих последних видео публиковала видео с беспилотников, где видно госпиталь Рамбом в Хайфе. Так вот эти вещи тоже учитываются и практически каждая больница в Израиле, каждый крупный госпиталь располагает таким подземным клоном самого себя, то есть в течение короткого времени способен полностью переместиться под землю. Сейчас я вам расскажу как это делается, в том числе на примере госпиталя Рамбом. Всем привет, меня зовут Сергей Услендер, вы на моем канале, сегодня вот видео про подземные больницы Израиля, поддержите его пожалуйста, лайк, подписка, комментарий, все как обычно, ничего нового, включите обязательно уведомления, чтобы не пропускать видео, поддержите финансово, если есть такая возможность, кнопочка супер спасибо, две платформы Boosty и Patreon, и можно стать спонсором канала на YouTube. Все это важно, все это нужно и огромное спасибо всем, кто это делает. Итак, система медицины в Израиле, она в плане защиты является приоритетной, потому что понятно, что в случае тотальной войны, большой войны будет большой поток раненых, большой поток пострадавших, в том числе и военных. Израиль не располагает параллельной системой военной медицины, как вот есть, скажем, в Украине, или в России, или в Соединенных Штатах, где под эгидой Министерства обороны существует своя сеть больниц и госпиталей. Такого нет, у нас раненых военных доставляют в гражданские больницы, потому что все врачи в Израиле, так или иначе, ну профильных специальностей обучены в том числе вот этой полевой хирургии, полевой медицине. Поэтому работа, устойчивая работа госпиталей приобретает критически важное значение, и для этого их нужно защищать. Как показали вот всякие события, да, одним ПВО не защитишься, нужно, ПВО пропускает, даже четырехслойное ПВО все равно пропускает. При этом при наличии у противника, вот скажем, у Хизбаллы, высокоточных ракет дальнего радиуса действия, есть всегда вероятность, что они поразят какой-нибудь критически важный объект. Понятно, что они не будут соблюдать никакие нормы и обычаи ведения войны, будут бить по госпиталям. И вот для этого в свое время была придумана такая идея создать на базе каждой больницы подземную больницу. Идея эта родилась, ну, она, в общем, давно родилась, но всерьез ее начали рассматривать в 2006 году, после Второй Ливанской войны. Вот я сейчас это все буду объяснять на примере госпиталя Рамбам. Это крупнейшая больница севера страны, там еще есть два крупных медицинских центра. Это медицинский центр Галилея в городе Нагория и Рамбам в Хайфе. Оба вот этих госпиталей считаются опорами израильской медицины на севере, да, и оба примут на себя наибольшую нагрузку в случае войны, и оба располагают вот такими подземными больницами-убежищем. Стоматологическая клиника Magic Touch, одна из старейших на юге страны, празднует свое 20-летие. Ее услугами пользуются семьи и целые поколения. Приходите, здесь вам подарят красивую улыбку. В честь своего 20-летия клиника Magic Touch объявляет о беспрецедентной скидке в 20%. Если у вас есть проблемы с зубами, неудачный опыт лечения и протезирования зубов в прошлом, серьезная проблема с костью, то вам в клинику Magic Touch ваш доди. Профессионализм – это Magic Touch. Решение для сложных случаев – это Magic Touch. Красота и здоровье ваших зубов – это Magic Touch. Техника 3D протезирования – это Magic Touch. Гарантия качества – это Magic Touch. По окончанию лечения и протезирования клиника Magic Touch предоставляет вам письменное гарантийное обязательство на 5 лет на импланты и коронки. До 36 беспроцентных платежей – это тоже Magic Touch. По промокоду OUSLANDER дополнительная скидка 5%. Скидки в честь 20-летия будут действовать в течение всего лета. Итак, в 2006 году прошла Вторая Ливанская война. Хизбалла вела такие серьезные ракетные обстрелы севера. Обстреливали и Хайфу, и Нагорию, и Цфат, и Маалот, и другие города. И стало понятно, что больницу нужно как-то прикрывать. Тогда вообще не было железного купола. Никто и даже не думал, что он будет еще создан. Тогда только велись какие-то начальные работы. Они тогда ускорились резко после этой войны. Но тогда его еще не было. Стало понятно, что больницу надо защищать. Больница, объект очень крупный, большой, высокие здания. В них легко попасть, их легко разрушить и так далее. И нужно что-то с этим делать. И вот в госпитале Рамбом началось оборудование подземного госпиталя. Он располагается на минус втором и минус третьем этажах парковки. Для того, чтобы не строить отдельный бункер, можете себе представить, какой размер этот бункер должен быть, то идея была в том, что в мирное время это используется как парковка. Парковка, туда заезжают автомобили, культурно паркуются, берут талончик, идут там по своим делам. А в военное время он превращается в угрожаемый период. Больница переезжает на парковку и там оборудуется. Не оборудуется, а там разворачивается госпиталь. Там уже все оборудовано. Если кто-то из вас бывал, скажем, в больнице Ихилов или в больнице Рамбом, или в той же Нагории в час. Но Нагории это менее, кстати, заметно. Я был во всех трех. То вот в том же Рамбоме, когда вы паркуетесь на месте, да, вот кто в Израиле живет и бывал в этих больницах, видишь перед собой на стене розетки какие-то, какие-то вот разъемы, подключения, надписи, кислород, там что-то еще, связь какая-то и так далее. Так вот вы паркуетесь в, не дай бог война, будущей палате. Бокс из, по-моему, трех машин превращается в палату на 8 человек. Там созданы все необходимые коммуникации, туда подведены все необходимые ресурсы. Ну, тот же кислород, да, там, телефонная связь, интернет при необходимости может быть туда проложен. В общем, все, что нужно в больничной палате, в больничных помещениях, все туда уже заранее подведено, но не подключено, естественно, в случае необходимости все это подключают. То есть изначально парковка строится, как вот будущий госпиталь. В мирное время паркуются машины. Если наступает угрожаемый период, то парковка закрывается, и больница переезжает под землю. Когда-то, где-то года до 2012, тот же Рамбо мог переехать под землю за 72 часа, то есть за три дня. Ну, потому что угрожаемый период длится долго, пока там соберемся, пока война начнется. Но чуть позже, учитывая вот внезапность развивающихся событий, как вдруг раз и начались ракетные обстрелы, как это было, скажем, в 21 году, и как это произошло 7 октября, то эту норму уменьшили до 8 часов. Мне приходилось присутствовать вот на учениях. Каждый год, кстати, в больницах, где есть вот такие подземные сооружения, проходят учения минимум раз в год, иногда два раза в год. Иногда это одно отделение, да, несколько отделений. Вот они отрабатывают переезд в подземную. Вот буквально это так происходит. В отделении регулярные проводятся инструктажи, собирают всех и объясняют каждому, что он делает в случае переезда вот в этот подземный госпиталь. Каждый четко знает свою роль. Один отвечает за подключение коммуникации, вот этих всех кислородов и прочих необходимых ресурсов. Другой за перевозку больных. Третий там за разворачивание, там развертывание, простите, операционных и так далее и тому подобное. Внутри вот этого вот подземного госпиталя есть помещение для операционных. Есть помещение там для роддома, например. Оно не такое комфортное, как наверху, естественно. Но, тем не менее, тут не до жиру. Есть так называемый командный пункт. Это вот в том же рамбе, если там покрутиться по парковке, есть несколько мест, которые вот как бы парковочное место, ну, закрыто такой вот металлическими жалюзями. Что-то за ними находится. Вот если их поднять, то там находится либо операционная, либо командный пункт больницы. То есть там множество экранов, которые подключают. Телефонная связь, интернет, громкая связь. В общем, там все вот, что нужно. Подключили, включили и руководство больницы переместилось в это место. Это такая вот гигантская диспетчерская, которая может этим управлять. Переоборудование, вот точнее до оборудования, или достройка вот этой подземной парковки в рамбами обошлась в 700 миллионов долларов только. Там часть была пожертвования различных еврейских там организаций и всяких миллионеров западных. Но, тем не менее, это стоило очень больших денег. Но оно того стоило. В случае необходимости больница переезжает под землю за 8 часов целиком. Там 60 тысяч квадратных метров пространства для этого предназначено. И там могут разместиться 8 тысяч пациентов. Там есть вся, как я уже сказал, необходимая инфраструктура. И госпиталь... Почему минус второй и минус третий этаж? Минус первый этаж служит дополнительной защитой от удара. То есть подземный госпиталь может выдержать попадание, прямое попадание любого боеприпаса. Ну, кроме, наверное, пожалуй, ядерного. Вот, ну дай бог, до ядерной войны не дойдет. И 4 дня, то есть 96 часов, больница может функционировать полностью автономно, будучи полностью отрезанной от внешнего мира. Запасы продуктов, воды, кислорода, генерации электроэнергии, врачи. Все там должно быть. Все эти вещи, кстати, регулярно проверяют. Регулярно обновляют инструкции, регулярно обновляют эти запасы. То есть в больницах хранится такой большой неприкосновенный запас всего необходимого. От продуктов, таких нескоро портящихся, до перевязочных материалов. Все это хранится там. И в случае войны, еще раз говорю, в течение 4-х суток больница может существовать полностью автономно, при непрерывном воздействии на нее огневом. То есть, грубо говоря, каждый день туда могут падать ракеты. Это подземной больнице вреда не должно причинить. Потому что там здание больницы раз, фундамент, минус первый этаж, и только на минус втором располагается, собственно, подземный госпиталь. Понятно, что в случае войны, большой войны, тотальной войны, ПВО будет прикрывать в том числе и вот такие важные инфраструктурные объекты. Электростанции и больницы в том числе. Там по поводу электростанции тоже создан дополнительный такой запас генерирующих мощностей. Учитывая то, что вот Хизбалла прям в открытую обещает первым делом вынести всю генерацию, то для этого создаются там резервы всяческие и так далее. Но понятно, что ПВО будет оттянуто на защиту вот именно этих объектов. Электростанций, больниц, штабов, аэродромов армейских, аэропорта и так далее и тому подобное. Но поскольку, еще раз говорю, ПВО не герметичное, ПВО все равно что-нибудь допропускает, поэтому вот создаются такие вот подземные госпитали в том числе для того, чтобы больница могла функционировать. Потому что нормальное функционирование системы здравоохранения, особенно крупных больниц, это вот жизненно важная история. Потому что раненых будет много, пострадавших будет много, больных будет много. У людей там начнутся инфаркты и инсульты из-за всей этой ситуации и нужно будет, чтобы устойчиво функционировала больница. Кстати, госпиталь в Рамбаме подземный, он и функционировал в период коронавируса. Его там на базе этого подземного госпиталя развернули несколько отделений, где вот нужно было изолировать больных короной. И таким образом это совместили, так сказать, изоляцию с учениями по развертыванию этого госпиталя. На базе вот этой подземной больницы будут развертывать все отделения. Там какой-нибудь косметология отделения, косметическая хирургия. Вот такого там развертывать точно не будут. Там будут развертывать отделения в первую очередь хирургические, травматологические, ортопедии всякие, реанимации, естественно. Ну вот на этой картинке можно видеть, это подземная больница, кстати, в одном из госпиталей. Если я не ошибаюсь, это как раз таки Рамбам. И вот здесь написано детская хирургия и детская ортопедия. Ну детские отделения-то само собой там будут развернуты первым делом. Остальные будут потом функционировать там. Но в целом основные свои функции больница должна выполнять. Ну не дай бог, конечно, если война случится, то придется это делать. Но для этого Израиль и вкладывает такие средства в создание вот этой параллельной защитной медицинской инфраструктуры. Или защищенной медицинской инфраструктуры. Для этого и создаются все эти убежища. Для этого и строят убежища в домах индивидуальные. Для этого на каждом предприятии сейчас тоже есть убежище. Вот кто бывал опять же в центре Тель-Авива, вот стоит здоровенный красивый такой небоскреб из стекла и бетона. Внутри на каждом этаже есть убежище и есть норма в зависимости от города, от дальности, да, от подлетного времени. Есть норма, сколько человеку от рабочего места, стол, станок, там не важно, идти до убежища. Там, скажем, в одних местах она составляет 20 секунд быстрым шагом, в других, допустим, минуту быстрым шагом. Но каждый человек на рабочем месте должен иметь доступ к ближайшему убежищу, должен знать, где оно находится. И вот таким образом обеспечивается защита гражданского населения. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте их, пожалуйста, поддерживать. Увидимся с вами завтра. Всем пока.